Добрый день! Прежде всего, хотелось бы сказать спасибо Музее Космонатии, который приведет в нас замечательное помещение, приведет в нас. Спасибо ему огромное. И нас очень много выступаем в Музее Космонатии, и хотелось бы с вами поговорить про экзопланетию. Это довольно новая область науки. И для того, чтобы мы с вами определились с тем, что такое планета, для того, чтобы сначала начать, что такое планета. Есть интересные параметры, которые должно отвечать в интересное дело, для того, чтобы мы их считаем планетой. У кого такие действия? Что это может быть? Мы можем чтобы приведите на круги. А почему? Потому что все, что некуда, считается неделей. Да-да, это точно, но это свои средства. Почему именно кругу? Есть такой момент, если мы возьмем вот этот клипер, помехи его в хвостах, допустим, в хвосте или космос, оставили там на 100 тысячах. Когда мы вернемся, там все равно будет этот клипер. Ничего с ним не произойдет. Если мы сделаем этот клипер в 100 тысяч раз больше и выбросим в космос, то, когда мы вернемся, если брошок пересвали, мы обнаружим там шаг. Корм-шаг в классике. Это произойдет потому, что когда тело становится достаточно массивным, под действием самогравитации все его частицы занимаются центром. И в итоге оно приобретает корм-шаг. То есть планеты крутые только потому, что они достаточно массивные, чтобы под действием самогравитации приобрести корм-шаг. Это у первых объектов объекта, которыми должны считать планеты. Отлично. Дальше. Второй вариант. Нет. Ну, там было бы сложно, если там на один метр меньше, или планета была бы один. Второй вариант – это то, что этот объект должен вращаться вокруг какой-нибудь возрастной. Если он просто свободно летит в космосе, это не планета. Это свободно плавающий или планетарный объект. Он не планета. И третий вариант, благодаря которому в 2006 году лукон уже больше не считается планетой. Кто знает, почему лукон так что выводит и считает планетой? Нет. На многих планетах тоже нет в космосе. Нет. Размер немало. Значит, произошла следующая ситуация. Когда стали более детально изучать траекторию планеты Плутон, обнаружили, что помимо Плутона есть еще много других объектов. Которые, ну, многие из них по размеру практически такие же, как и Плутон. И на самом деле, теперь у нас нет планеты Плутона, у нас есть поиск койпа. То есть та траектория, которая раньше у нас была, траектория планеты Плутона, на самом деле, это поиск койпа, на котором находится много объектов. И для того, чтобы мы тело считали планетой, оно должно под действием гравитации очистить траекторию своего движения. То есть либо обогнатили, другие объекты, которые на этой траектории либо выросли дальше. Я считаю, этот класс должен быть хорошим, мотивирующим предметом своих детей, чтобы не было своей помощи. Считаю, что если у вас там будут посторонних предметов договорятся, то обладает планеты, я считаю, не буду. Как Плутон, не рождал. Отлично. Теперь мы знаем, что такое планета. Осталось, если что такое Эко-планета. Эко-планета – это все планеты, которые вращаются вокруг звезд кроме нашего Солнца. То есть у нас есть родные планеты, все, что не родные, это все Эко-планеты. Как образовывается этот планет? На этот момент мы знаем тоже достаточно хорошо. Образование Эко-планеты очень тесно связано с образованием звезды. Мы знаем, что звезда образовываются из облака газа и пыль на этой картинке, так и образовываются. Облако начинает как-нибудь сжиматься, сжимается все сильнее и сильнее, пока в определенный момент в цепле не начнется для моей реакции. В этот момент загорается звезда. Когда загорается звезда, вещества выбрасываются наружу. Образовываются так называемые протопланетные диски. Вот здесь делают. И потом из этого протопланетного диска элементика начинает протихоньку соединяться вместе, 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 набирают массу, и из этого получается планета. То есть образование планеты тесно связано с образованием звезд. Мы это знаем достаточно точно, потому что справа это уже никакая анимация и рисуночек. Это настоящая фотография. То есть космосферный телескоп сделанная с помощью радионископа как образовываются планеты. Это, правда, уже новый процесс порядка сто тысяч лет, но мы видим, что это действительно на самом деле есть. Хотелось бы обнаруживать не только кто-то планет не близкий, но и сами планеты. В принципе, самое современное оборудование позволяет нам увидеть планету. Но есть такая проблема. Рядом с планетой есть яркий звезд, который очень яркий свет. Ну, допустим, если я уроки, если я уроки, я на него и меня никто не заметит. Вот с планетой это самая проблема. Звезд очень яркий свет. И для того, чтобы увидеть эту планету нужно как-то закрыть свет звезды. Тогда мы сможем разглядеть вот пускую планету. Это научились делать. На самом деле на данный момент у нас уже есть несколько изображений планет, которые мы видим. То есть вот здесь у нас два пленера. Вот получается у нас три планеты. Вот три яркие точки это планеты. В середине вот вот пляжка это звезда к оборудованию эсмина. На самом деле это очень сложно и это позволяет обнаруживать только очень большие яркие планеты. То есть планеты сделать перед самым современным уровнем развития технологий нам получится. что мы можем делать еще? Следующая заключается в том, что мы можем очень внимательно смотреть за звездой. И если вокруг звезды вращается планета, то она будет всегда ее кальпат. То есть не только звезда действует на планете, но и планета на звезду. Если мы очень внимательно сидим и видим, сколько это звезды, что вот так получится вокруг своего положения он может делать то, что у него приезжается планета, даже если мы ее не увидим. Может быть, это инопланетально ее повыше, чтобы она залпомнилась скорее всего находится экзопланета. Этим методом тоже очень часто пользуются ученые. С помощью этого метода была обнаружена самая массивная планета, которая известна на данный момент, называется 24. Вот здесь она в сравнении с Юпитером. Т.е. самая большая планета наша Солнечная система, только очень большая планета. Тоже хорошо, но опять немного понимаем. Чем массивнее планета, тем сильнее она больше и прочее знаний. На самом деле вот положение ровной веси всегда очень слабо опланяет Солнце. Практически невозможно увидеть и убить это гораздо сильнее. А нам всегда хотят найти планеты типа нашей Земли, может быть, и зеленая еще до речи, может быть, когда-нибудь туда улететь. Как это можно сделать? мы можем очень понимать наследиться в лестнице звезды. И если по диску звезды пойдет планета, то и в лестнице упалет, она закроет через свет. На самом деле это уже тонкий эффект, но уже мы можем это делать. Именно с этой целью был запущен спутник на самом деле спутник, который больше всего находится планет. Он работал 4 года в данном режиме, сейчас он работает в данном режиме, его полопался героскоп, и он слегка полотает в космосе. но тем не менее, тут последние данные за май 2016 года. Здесь мы видим снизу на графике этот тип планеты, а вот здесь мы видим количество планет, которые открыли. Синий тим — это данные, которые планеты называли раньше, а оранжевые — это последние данные, которые были обнаружены. что мы можем здесь купить? Ну, по-первых, мы можем понять то, что наличие планет около звезд — это вполне стандартное время. Средняя, практически каждая звезда может иметь возле себя из-за планеты. Вторая разница в том, что вероятнее слово большинство этих планет — это типа Земля. Вот эти два столбика — это планеты типа Земля, и так называемые суперземы. То есть планеты типа Земля в несколько раз свежее. Их очень много. То есть здесь для того, чтобы понять насколько их много на самом деле, мы можем представить такую историю. Сколько мы знаем никакого национального ассоциации в США? Ну, если мы все подумаем, человек есть, может быть, не смотряем, да? Кто-то знает, не знает. Ну, в любом случае. А сколько мы знаем работать под ЖКХ? Немного. Ну, может быть, у кого-то есть дядя, кто-то везет, ну, одного там найдем, да? Тогда сколько это не значит, что никакого мы знаем национального ассоциации, в США есть национального ассоциации, в США, это, в принципе, очень артемистический новост. Почему это так? Как сильно нам выделяют нашу планету, как нам здесь не было приятно, но есть печальная новость. Если кто-то из вас собирается жить больше 6 миллиардов лет, то не будет нас это сделать на этой планете. Солнце постоянно в 1 миллиарда она постоянно в 1 миллиарда и с каждым днем это Солнце начинает светить все ярче и ярче. Это очень слабо занимает эффект, но на примерно 3 миллиарда лет это будет и со временем наше Солнце превратится вот сейчас ему 4-6 миллиарда лет. вот когда ему будет 12 с половиной он превратится в вот такого красного гиганта и все живое на планете Земля уничтожено. Поэтому как бы нам здесь не нравилось нужно здесь перейти смысл, что рано или поздно придется все вылетать. Куда лететь? Хороший вопрос. Значит мало того, чтобы планета была типа как Земля. Для того, чтобы она не существовала земного типа, мы полагаем, что для этого необходимо наличие воды в шуткой форме. Чтобы вода была в шуткой форме значит планета должна быть не слишком близко вот в нашем случае там слишком вересетно вода исходяется. И не слишком далеко как уравненный пункт, там слишком плотно там вода замерзает. А вот как раз Земля в данный момент отлично попадает в так называемую обитаемую зону зеленую здесь. И значит надо тогда искать планеты, которые находятся именно в этой зоне зоны. Учет это очень хороший геймред. Вот на этом графике предоставляют планеты, которые уже оборудованы. То есть оборудованы планеты, которые находятся в зоне Потому что если звезда вот вот этого цвета типа солнца, то в принципе зоная тельность где-то в том же расстоянии находится, как и наше. Но если звезда более маленькая и светит не ярко, тогда звезда становится выше. Вот здесь оборудованы планеты, которые находятся в зоне питательности. Очень интересно вот этого планета оборудованы кемель 452b. В чем интересно? Ну во-первых это планета вращается вокруг звезды, которая является практически большей копией нашего Солнца. Она только на 10% больше и на 1 миллиарда старше. В основном она такая же. Сама планета на 60% больше, чем Земля. в принципе состав вероятнее всего очень похож на состав Земли. Естественно если у девушки есть, которые принимают по поводу своего веса, там гравитации 8 раз больше. На это вам понравится куда лететь. Но в основном да, еще один интересный параметр период планеты в округе звезды 385 дней. То есть практически такой же год, как и наш Земля вращается вокруг Солнца. по на данный момент самый надежный кандидат в опию если кому-то будешь в тот сертизале собирать 6 миллиардов лет, можно посмотреть здесь участок планеты открыты. вот здесь туристические брошюрки на самом деле они взяты с сайта NASA то есть ученые пошли делать. Какие планеты есть? Есть планеты, например, высоковость совершенства. Вот здесь красненько я нарисован. Почему? На Земле растения, которые синтезируют они все зеленого цвета. Это связано с тем, что максимальное количество энергии нашего звезда излучает прекрасно на длине волны зеленого цвета. А звезда, которая вращается на этой планете излучает максимальное количество энергии в красном свете. То есть, если на той планете существуют растения, как на Земле, то они будут красного цвета. То есть, можно попасть на планету, которая права, деревья, все будет красного цвета. Дальше 51 пегас это первая планета, которая была открыта. Вот эта планета здесь у нее экстремальная горизонация в 150 раз больше, чем на Земле. И, в принципе, ее подают как очень классное место для того, чтобы испытать максимальное ощущение. Что можно сказать в итоге? Возможно, эти туристические прошутки еще слишком перед временем, и, в ближайшее время, естественно, не сможем видеть к другим планетам. На что тогда стоит обратить ваше внимание? я считаю, что мы живем в замечательное время, которое даже самые смелые какие-то фантазии авторов замечательных романов в принципе уступают научным открытиям. То есть мы с помощью науки открываем миры, которые могут поражать наше воображение, которые могут очень сильно расширять нашу дозуру, менять наше образование. Поэтому хотелось бы вам сказать, что вы интересовались наукой, любили науку, и тогда, возможно, ваша жизнь станет более интересной, красочной, весь мир в этом классе. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok